Здравствуйте! В эфире программа Диалог. Сегодня с нашим гостем мы будем говорить о работе Гомельского областного управления МЧС. Присоединяйтесь к нам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На вопросы, которые касаются деятельности областного управления МЧС, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 0-232-340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер 8-029-340-043-3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Александр Владимирович. Я рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие телезрители. В этом году у нашей программы появилась новая традиция. Мы выходим в эфир в понедельник и обсуждаем некоторые новости, некоторые важные события, которые ожидаются на этой неделе. Давайте все вместе посмотрим короткий анонс. 14 января 1944 года войска Белорусского фронта освободили от немецко-фашистских захватчиков Мозырь и Калинковичи. В Москве в честь этого события был дан артиллерийский салют. 1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. БССР – целая эпоха в истории, которая просуществовала почти весь XX век и стала фундаментом для современной белорусской государственности. Торжественное собрание, посвященное столетию со дня образования БССР, состоится в пятницу 18 января в Гомельском областном драматическом театре. В субботу 19 января свой профессиональный праздник отметят спасатели. Ровно 20 лет назад в этот день было утверждено положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Праздничное мероприятие, посвященное 20-летию МЧС, пройдет в Гомеле в субботу 19 января. В программе – демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники, выступления спасателей пожарных, угощения солдатской кашей, игры, катания на санях и снегоходе. Я поздравляю жителей Музыря и Калинковичей с этой годовщиной освобождения. Низкий поклон нашим ветеранам, воинам-освободителям. Александр Владимирович, а какой след в истории вашей семьи оставила Великая Отечественная война? Вы знаете, в свою очередь я присоединяюсь к словам благодарности нашим ветеранам. Лишь благодаря их усилиям мы победили в Великой Отечественной войне и сейчас продолжаем жить в спокойной, благополучной стране. Ваши дедушки воевали? То, что касается истории моей семьи, то в каждой семье, наверное, существует семейный альбом. В моем семейном альбоме одна из страниц посвящена именно моим дедушкам, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны, защищая нашу свободу и независимость. А где воевали? Под курткой дугой. Светлая память. Светлая память. Также в эти дни отмечается 100 лет образования БССР. Это важный, очень значимый период в истории нашей страны. Александр Владимирович, как вы вспоминаете это время? С какими эмоциями, чувствами? Вы знаете, наверное, период времени до 1991 года прежде всего связан. Это период становления, это период обучения и получения среднего образования. Также это время, когда молодые люди вступали в пионерскую организацию. Ну и, конечно, это время отрядов по помощи в уборке сельскохозяйственной продукции. Это время, которое вас сформировало в каком-то смысле и предопределило выбор вашей будущей профессии. Ну, конечно, главный повод, по которому мы сегодня встречаемся, это грядущий день спасателя. Само становление службы проходило у вас на глазах, потому что вы работаете с 1996 года в пожарной службе. Расскажите, пожалуйста, вот как она менялась за эти более чем 20 лет? Вы знаете, за прошедшие два десятилетия служба менялась, и изменения произошли практически по всем направлениям. Расширился круг функций, выполняемых спасателями, и постоянно совершенствуется техническая база. На сегодняшний день созданы и эффективно функционируют специальные службы МЧС, способные выполнять весь спектр аварийно-спасательных работ, ликвидацию пожаров и других чрезвычайных ситуаций. А также разбор завалов, нейтрализация сильно действующих ядовитых веществ, участие в ликвидации аварий на нефтегазопроводах. МЧС активно принимает участие в разработке пожарно-спасательной аварийной техники, выпускаемой в Республике Беларусь. Спасатели являются как основными заказчиками, так и конструкторами, и единственными вдохновителями современной техники для служб быстрого реагирования. Среди машин, разработанных при поддержке МЧС, это и пожарные автоцистерны, и автомобили быстрого реагирования, и автолестницы, и коленчатые подъемники, а также другая техника. Современная техника позволяет вам быть более оперативными? Вне всякого сомнения. Какой срок должен пройти от момента вызова до момента прибытия спасателей к месту? Ну, это зависит от расстояния до места чрезвычайной ситуации. Ну, если мы берем город Гомель, и что-то происходит, то, как правило, сколько у вас времени есть на то, чтобы собраться и доехать? Ну, чтобы собраться и выехать из подразделения, спасателям необходима одна минута, не больше. А на дорогу? А на дорогу, соблюдая все требования правил дорожного движения, естественно, это время может быть до 5-6 минут. Служба спасателя, она простой, легкой, конечно же, не бывает никогда. Вы можете нам рассказать какой-то случай, который особенно вам запомнился? Вы знаете, наверное, у каждого работника МЧС есть случаи, которые отложили все его памяти. Для меня, наверное, таким случаем является тушение моего первого пожара в Борисовский район Минской области, когда мы на практике применили наши знания и умения. Тогда все сработали очень оперативно, и была внутренняя гордость, что действительно знания, полученные мной теоретически, подкрепились практическими действиями. Страшно было? Немного. Ну, вообще, страшно входить в горящий дом, да? Вы знаете, как говорят профессионалу, всегда страшно. Если чувство страха уходит, тогда это не профессионал. А молодежь приходится так отчитывать, если они излишне рискуют по неопытности? Вы знаете, что есть понятие допустимого разумного риска. Но если на кону стоит жизнь человека, то мы рискуем. Нам приходится это делать. Главное – спасти. Ну и собой ведь рисковать тоже нельзя. Сейчас предлагаю сделать паузу, выслушать мнение гомельчан. Наши корреспонденты обратились к людям на улицах с вопросом, какими качествами должен обладать спасатель. Смелый, естественно, порядочный, чтобы людей любил, главное. Они должны быть мужественные, уважать детей и спасать их. Ну, я бы, наверное, сказал, что смелость. Смелость – одно из самых важных качеств, честненько, потому что смелый человек, он пойдет и в пожар, и спасет людей. Я вот так считаю. Одно из самых важных качеств. Конечно, также они должны быть физически подготовленными, эти люди. Вот. Что еще можно сказать? Отзывчивыми. То есть, они должны найти контакт даже с ребенком. Мужество и ответственность. Я считаю, вот это основное. Порадочность должна. Самое главное, чтобы были и молодые, здоровые хлопцы. У меня муж-спасатель. Только ушел на пенсию. Это очень достойные люди, настоящие мужчины, которые спасают детей, людей. Поэтому я его очень люблю и уважаю за это. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о работе спасателей. Присоединяйтесь к нам с вашими вопросами, ну, или поздравлениями с наступающим Днем Спасателя. Александр Владимирович, а на ваш взгляд, какой человек может состояться в этой профессии? Чем нужно обладать? Вы знаете, в нашей службе работают те, кто по своему внутреннему убеждению готов рисковать жизнью ради спасения других людей. И вовремя оказать квалифицированную помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Поэтому, во-первых, я считаю, что спасатель должен быть настоящим профессионалом своего дела. И, конечно же, смелым и соотверженным, умеющим работать в команде и не считаться с лишним временем. Поэтому девиз нашего министерства – профессионализм, отвага и честь. Замечательный девиз. Новогодние праздники отшумели. Ни одна городская елка в этом году, к счастью, не пострадала, в отличие от празднований в прошлом году. Скажите, пожалуйста, в целом праздники прошли благополучно? Вы знаете, по линии МЧС за истекший период не зафиксированы случаи пожаров, происшедших по причине пиротехнических изделий. Мы благодарим граждан за сознательное отношение в этом плане к своей безопасности и безопасности окружающих. И, пользуясь случаем, хотелось бы в очередной раз напомнить о мерах безопасности, в том числе и через вашу передачу. Да, на самом деле, салюты, петарды – такое развлечение небезопасное, и, к счастью, не было пожаров, но пострадавшие-то люди были с ранениями, повреждениями. Как можно пользоваться пиротехникой для того, чтобы это не причинило вреда себе и окружающим? Вы знаете, я скажу только одно. Пиротехнику, естественно, нужно приобретать только в специализированных магазинах и требовать у продавцов инструкцию по их безопасному применению на белорусском или русском языке, содержащую информацию о его опасности и ограничениях к применению. Ну и, соответственно, применять это на практике. Еще одно небезопасное развлечение, очень популярное в последнее время – это катание с ледяных гор на так называемых тюбингах. Почему-то очень много травмированных, пострадавших в этом году. Какие советы вы можете дать? Вы знаете, наверное, совет один. Выбирайте адекватную трассу, то есть ровную поверхность, на которой исключена возможность опрокидывания либо переворачивания тюгни. Ну, что устройство это очень быстро становится неуправляемым на большой скорости, и на самом деле случаи бывали очень печальные. А как вы относитесь к купанию в крещенской проруби? Вы знаете, День спасателей совпадает с большим праздником, великим православным крещением. Ну, я могу сказать, что на протяжении уже шести лет я сам непосредственно окунаюсь в прорубь на праздник. Ну, и так или иначе, но спасатели всегда дежурят во всех местах, где это происходит. Ну, я имею в виду организованные места, разрешенные. Безусловно, во всех местах, где будут происходить крещенские купания, будут дежурить наши работники, чтобы вовремя оказать медицинскую помощь, ну и, естественно, подразделения водолазной службы для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Главное, чтобы окунающиеся были все в трезвом рассудке, все-таки в ясном уме, и хорошо понимали, что делают для сугреву, ничего не принимали. Это исключено. Горячий чай – лучшее средство. Александр Владимирович, каким выдался минувший год для службы спасателей Гомельщины? Насколько он был сложным или, может быть, наоборот? Вы знаете, если мы говорим об основных показателях нашей работы, а это количество пожаров и количество погибших на них людей, то текущий год выдался благополучным. Надо сказать, что цифры по этой статистике более оптимистичны. Если в 2018 году у нас на территории области произошло 714 пожаров, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло снижение. На пожарах погибло, к сожалению, 58 человек. Это минус 13% от уровня прошлого года. Каковы главные причины пожаров, которые происходят в нашей области? Вы знаете, к основным причинам пожара, прежде всего, мы можем отнести неосторожное обращение с огнем. Условиями, способствующими гибели, являются нахождение в состоянии алкогольного опьянения, а также преклонный возраст. Далее, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. И третья причина – нарушение правил эксплуатации электрической проводки и электрооборудования. На протяжении уже восьми лет в Беларуси работают регулярно смотровые комиссии. Как Вы считаете, что является главным результатом этой масштабной работы? Вы знаете, на территории Гомельской области работает 341 смотровая комиссия, объединяющая усилия всех субъектов профилактики. Результаты деятельности смотровых комиссий на территории области положительны. Если в 2011 году на территории области произошло 1242 пожара, на которых погибло 172 человека, сравнивая с 2017 годом, количество пожаров снижено на 43%, а гибель граждан в три раза. Безусловно, формат работы смотровых комиссий меняется. Деятельность смотровых комиссий находится под постоянным контролем председателя Гомельского областного исполнительного комитета Владимиром Андреевичем Дворником. Еженедельно на проходящих видеоселекторных совещаниях мы даем оценку этой деятельности, подводим ее итоги, ну и, естественно, обсуждаем спорные моменты. Например? Например, взаимодействие между субъектами профилактики. Много службы облечено, много специалистов разного профиля. Есть моменты непонимания или, можно сказать, разделения функций? Да нет, вы знаете, в настоящий момент все субъекты профилактики нацелены на одну цель. Это уменьшение количества погибших граждан в результате внешних причин. Ну вот по сравнению с каким-то периодом, предположим, ну пусть не 8, но хотя бы еще 5 лет назад есть изменения? Вы видите их в домах, людей, к которым приходите? Безусловно. Люди ответственнее стали относиться к своей безопасности? Безусловно, люди стали ответственнее относиться к вопросам безопасности и принимают меры и усилия для того, чтобы нарушения не присутствовали в их домовладениях. Самое страшное, что вы видели вот в доме, то, что действительно вас потрясло. Можете такую картинку вспомнить? Вы знаете, наверное, это связано с печным отоплением, потому что во многих домах еще существуют печи, которые находятся в небезопасном пожарном отношении состоянии. Но мы делаем, прилагаем максимум усилий, заставляем самих граждан, естественно, привлекаем все субъекты профилактики для ликвидации данных нарушений. Ну, если уже самого гражданина ничего не добьешься, то какие здесь у вас есть механизмы, как можно повлиять на ситуацию? То есть самим устанавливать, чинить печь, устанавливать пожарный извещатель? Вы знаете, существует ряд государственных программ, под которые выделяются определенные средства, в том числе и для выполнения противопожарных мероприятий. Ну, а так, основное, это гражданин должен сам заботиться о своей безопасности. Ну, и, конечно, дети о своих пожилых родителях, потому что это очень больно слышать. Одним из способов воздействия и улучшения ситуации является информирование детей о причинах и условиях, которые не способствуют безопасности их родителей. Спасибо большое. Сейчас предлагаю прерваться ненадолго, посмотреть сюжет за работой спасателей. Весь день наблюдали наши корреспонденты и поделились увиденным. Пожарно-аварийно-спасательная часть номер один – Центр оперативного управления города Гомеля и Гомельского района. Именно сюда поступают все звонки по номерам телефонов 101, 112 и 911. Такое разнообразие объясняется просто. По привычным для них номерам сюда могут позвонить жители Евросоюза или США. Помощь окажут всем, тем более как минимум один из принимающих звонки работников Центра обязательно владеет английским языком. Впрочем, большинство обращений пока все-таки от жителей города и района. Гомель имеет свои особенности и в МЧС всегда готовы к действиям в экстремальных ситуациях. Многочисленные здания с массовым пребыванием людей. Для осуществления безопасности людей у нас постоянно осуществляется дежурство, проведение профилактических мероприятий, отработка эвакуации в случае возникновения пожара. В зоне постоянного внимания также здания повышенной этажности от 14 до 18 этажей. Сегодня в Гомеле их около 150. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на таких высотках у спасателей есть все необходимые технические средства. Хотя главная надежда все-таки на человеческий фактор. Постоянная готовность к спасению людей для спасателей – это ежедневное будние. На этот раз тревога оказалась учебной, что, впрочем, никак не повлияло на оперативность выезда спецтехники. Во всяком случае, на месте они оказались значительно раньше автомобилей журналистов. По большому счету, это были первые в истории областного управления МЧС реальные учения на высотном 18-этажном здании. Этот дом по улице Бородина недавно сдали в эксплуатацию. Некоторые новоселы уже даже успели заселиться. Приезд пожарных машин вызвал у всех неподдельный интерес. Все-таки увидеть такое можно не каждый день. Условно, пострадавших эвакуировали с седьмого этажа всеми доступными способами. Кого-то вынесли на носилках и передали медикам МЧС. Кого-то спустили на специальных тросах. Для неспециалистов этот метод явно экстремальный. Хотя сами спасатели говорят, что такие действия на занятиях отрабатывали десятки раз. Как, впрочем, эвакуацию пострадавших с помощью автолестницы. Кстати, 19 января, в день спасателя, на озере буквально напротив дома, где проходили учения, в 10 часов утра начнутся показательные выступления работников МЧС. По большому счету, это будет еще одна масштабная профилактическая акция. В случае пожаров или иных чрезвычайных ситуаций, наши граждане обращаются по всем известным телефонам 101 или 112. В любое время суток по этим телефонам им оказывается квалифицированная помощь диспетчерами центров оперативного управления, которые решают оказать ее практической высылкой сил и средств или консультативным способом. Этот день у работников МЧС завершается в учреждении образования Яслисад номер 117 города Гомеля. Здесь проходит пропагандистская акция для воспитанников старшей группы. Вообще, сегодня в Гомельской области реализуется 10 подобных программ, рассчитанных на все возрастные группы. Отсюда и особенности их проведения. От квестов для старшеклассников до выступления на родительском собрании. Плюс бесплатное специальное мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом», где можно узнать, как вести себя в любой чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день его скачали уже более 130 тысяч человек, причем не только в Беларуси. Что касается малышей, то для них пока более актуальны тематические мультфильмы и игры. Практика показывает, такая форма работы приносит положительные итоги. Такие занятия действительно детям нужны. Они уже в маленьком возрасте у них формируют навыки безопасного поведения, прививают знания о возможных опасных ситуациях в быту, дома, на улице. Ну и самое главное, знания номеров телефонов службы спасения тоже дают эти занятия. А поскольку дети маленькие, то все это лучше делать в игровой форме. И вот благодаря игровой форме мы понимаем, что действительно эти навыки у детей будут закреплены надолго. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Александр Мерколов. Александр Владимирович, действительно профилактическая работа ведется масштабно. Что для себя вы определяете ее приоритетом? Вы знаете, приоритет – это изменение мировоззрения населения, то есть формирование культуры безопасности, жизнедеятельности. Сегодня перед службой стоит одна из задач – это снизить гибель людей от внешних причин. Ведь в большинстве случаев события происходят из-за халатного отношения человека к собственной безопасности. Поэтому в этой проблеме уделяется самое пристальное внимание. И основные усилия сосредоточены на проведении мероприятий профилактического характера. Это мероприятие мы проводим со всеми категориями граждан от детсадовского возраста до пенсионного. Работа с многодетными семьями, обучение детей основам безопасности жизнедеятельности на базе Центра безопасности ЛИЦЕ МЧС, в мини-центрах безопасности, на наших имиджевых объектах, а также организация для детей и подростков различных развлекательных и обучающих мероприятий. Это и Брейнринг, и Школа безопасности, и Спасатели глазами детей. То есть мы реализуем весь комплекс мероприятий. Дети – такая аудитория, мне кажется, благодарная. Они впитывают все как губки, им все интересно, тем более, что у вас такие эффектные методы сегодня существуют. Да, действительно. Дети – это самая благодарная аудитория, и они как губки, как вы сказали, впитывают в себе всю информацию. Да. А вот с их родителями бывает, наверное, порой непросто. Как люди воспринимают такое стремление их чему-то научить? Потому что все мы думаем, что… Ну, в общем-то, что нового, да, мы узнаем из беседы. А беда случается на самых простых, элементарных, очень глупых вещах. Вы знаете, те беседы, те мероприятия, которые мы проводим с населением, они приносят свою пользу. То есть это мы чувствуем и по отношению наших граждан к этой работе, ну и, соответственно, по снижению числа пожаров и погибших людей. Александр Владимирович, есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Давайте обратим на них внимание. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему в торговом центре «Секрет» закрыты входные двери, то есть три входа или выхода, открыта лишь одна дверь. Запасные выходы тоже закрыты, говорила администратору, ничего не изменилось. Ольга прислала сообщение, спасибо большое. Спасибо, Ольга. Безусловно, это нарушение правил безопасности. Со своей стороны могу заверить, что мы предпринимем все меры. Если данная информация подтверждится, то будут применены все меры, вплоть до привлечения к административной ответственности. Ну, подобные проверки вы ведь проводите в торговых развлекательных центрах и наличие выхода, да? Обязательное условие. Обязательное условие. Свободного аукционного выхода. Насколько часты нарушения в таких объектах? Вы знаете, они периодически возникают. Это нарушения, которые для ликвидации которых не требуется больших капитальных затрат, а только внимание со стороны руководства объекта, ну и, соответственно, обслуживающего персонала. Вот последствия таких закрытых дверей, да, когда три двери из четырех существующих закрыты в здании, они могут быть очень печальными. Поэтому, я думаю, что и санкции должны быть соответствующими. А чем это грозит? Привлечение к административной ответственности и штраф в размере до 30 базовых величин. Есть еще вопросы на Вайбере. Насколько тяжела современная экипировка спасателя? Сколько есть? Ну, вы знаете, если взять экипировку спасателя, аппараты на сжатом воздухе, то порядка 30 килограммов. Да, ноша такая чувствительная. По каким критериям принимаются на службу новые сотрудники? Какие требования к образованию и физической подготовке? Вы знаете, основные требования, наверное, я отнесу, это желание. А если касается образования, то в наши ряды может прийти любой гражданин, совершеннолетний, который по состоянию здоровья, уровню основного образования, способен выполнять задачи, стоящие перед спасателями. На то, что касается физической подготовки, здесь, естественно, есть ряд нормативов. Один из них – это бег на тысячу метров, не более 3 минуты 20 секунд, и подтягивание на перекладине количество не менее 15 раз. Сейчас есть потребность у Гомельского областного управления в новых сотрудниках? Да. Я скажу так, что процент некомплекта подразделения МЧС не превышает 5%, но это естественный процесс, и мы постоянно работаем. То есть люди нужны, молодежь может обращаться? Конечно. Для обращения им нужно обратиться в районные и городские отделы по чрезвычайным ситуациям, где им окажут необходимую консультативную помощь. Ну что ж, желаю вам достойных новобранцев, которые будут ответственно служить. Давайте продолжим. Наш регион, он приграничный, мы граничим и с Российской Федерацией, и с Украиной. Спасатели трех стран сотрудничают между собой для того, чтобы обеспечивать безопасность на приграничных участках? Безусловно, нами наложено тесное сотрудничество и обмен информацией с спасателями приганичных регионов. То, что касается Украины, это Черниговская, Киевская, Житомирская и Ровенская области, а также Брянская область Российской Федерации. Александр Владимирович, у нас есть вопросы от нашего телезрителя. Давайте пока прервемся, выслушаем человека, а затем продолжим. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, можно, чтобы в наших школах по городу Гомелю проводили разъяснительные беседы, чтобы дети знали, что не надо подпаливать нигде территории береговые, где-то вот как у нас озеро Любинское или около самой реки Суш. Потому что очень много по прошлому году дети вот так вот подпаливали в любом участке газонной территории, вот так вот растительность какую погибшую, и потом это уже охватывало большим узлом пожарную линию. Спасибо большое за ваш звонок. На самом деле, наверное, дети думают, что это невинное развлечение, тем более если это вдоль береговой линии, вроде бы возле воды, да? Ну что может страшного произойти? А чем чревато такое поведение? Вы знаете, за последние годы увеличилось число пожаров, проходящих в экосистемах, в том числе и выжигание сухой растительности. Я просто хотел сказать, что работа с детьми производится постоянно, вне зависимости от пары года, вне зависимости от куникулярного периода. И мы разъясняем детям, прежде всего, о правилах поведения и, естественно, недопустимости выжигания сухой растительности. Ну вот в планы ваших сотрудников, которые с профилактическими беседами выезжают в школу, внесите, пожалуйста, этот пункт весной, чтобы... Безусловно. Чтобы знали, да, вспомнили потом, чем это чревато. Давайте продолжим. Мы говорили с вами о том, как происходит обмен опытом у спасателей приграничных государств. Нами реализован ряд совместных проектов международной технической помощи. В настоящее время мы реализовываем совместный проект мониторинг, прогнозирование и тушение пожаров в природных экосистемах на приграничных территориях по программе территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Беларусь-Украина, финансируемой Европейским Союзом. В рамках этого проекта планируется внедрение на загрязненной территории непосредственно Полесского государственного радиационно-экологического заповедника современной системы обнаружения ландшафтных пожаров, проведение международных учений, направленных на развитие согласованных элементов и механизмов системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Также в прошлом году в Украине представители нашего учреждения приняли участие в практических полевых учениях по отработке механизма оказания экстренной международной помощи в случае возникновения масштабных чрезвычайных ситуаций. Работа должна быть слаженной, действительно, но сотрудничество ведется не только в области обеспечения безопасности населения и территорий. На выходных прошел открытый международный турнир по единоборствам. Там принимали участие и представители Российской Федерации. Насколько вы довольны тем, как выступила наша молодежь? Безусловно, наше сотрудничество налажено не только в деловой сфере. На регулярной основе мы проводим различные соревнования. И если мы говорим о международном турнире по смешанным к единоборствам, то, естественно, принимали участие представители областных управлений МЧС и заняли призовые места. Есть кем гордиться Гомельскому областному управлению. Ну, коль уж тему спорта затронули, то я хотела бы узнать, Александр Владимирович, а вы каким видом спорта занимаетесь? Вы знаете, занятия спортом являются неотъемлемой частью жизни спасателя. То, что касается лично меня, то с детских лет я увлекаюсь волейболом. Более 35 лет я играю в эту игру. И около 15 лет находился в сборной Гомельской области и представлял Гомельскую область на чемпионате Республики МЧС. А есть сборная у областного управления? Конечно. Да? Играете? Вы знаете, руководитель нашего министерства является председателем наблюдательного совета Федерации волейбола Республики Беларусь. Поэтому развитию этого вида спорта уделяется особое значение. Ну, у спасателей есть еще и свои особые виды, да, прикладные виды спорта, которые очень тесно связаны с теми служебными задачами, которые приходится им выполнять. На соревнованиях каковы успехи наших спасателей? Вы знаете, ежегодно в рамках проведения спорта-киады спасатели соревнуются в таких видах спорта, как мини-футбол, пожарно-спасательный спорт, многоборья спасателей, теннис, гиревой спорт, шахматы, легкоатлетический кросс и даже бильярд. Действительно, спасатели – люди, которые должны быть очень и физически развиты, и подготовлены хорошо теоретически к выполнению тех задач, которые им предстоят. Как происходит подготовка к боевым выездам? Что она в себя включает? Вы знаете, эта подготовка включает несколько этапов, в том числе и работа на свежем воздухе, и в непригодной для дыхания среде, а также отработка различного вида задач и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти. Например, как вы их отрабатываете? С помощью тактики специальных занятий и проведения тактики специальных учений. В каких условиях? Для тех, кто сейчас планирует свою будущую работу спасателем, пусть люди послушают, может, испугаются и передумают. Вы знаете, я считаю, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для новобранцев пускай будет за сюрпризом. Есть еще несколько вопросов, которые мы не успели рассмотреть от наших телезрителей. Количество припаркованных во дворах автомобилей – это реальная проблема для подъезда техники к месту пожара? Вы знаете, это проблема больших городов. Естественно, она существует и в городе Гомель. Постоянно выступая в трудовых коллективах, мы заостряем внимание на этом вопросе. И при общении с гражданами, убеждаемых, естественно, техника МЧС прибудет. И прибудет она вовремя, и мы оснащены всем необходимым оборудованием. Но необходимо обращать внимание и на это. Ведь есть еще другие службы. Можете вспомнить, какой из районов Гомеля самый, в этом смысле, неблагополучный? Или, может быть, какой-то микрорайон, какую-то улицу, где были такие действительно сложности с подъездом к месту сгорания? Ну, вы знаете, наверное, это присуще повсеместно. Да, повсеместно. Не обязательно это новостройки, либо же это центр города. В новых микрорайонах требования по проездам соблюдены. То есть на стадии проектирования и реализации этих проектов. Какие бы рекомендации вы могли дать населению? Потому что, оставляя свою машину, никто ведь не думает, да, а сможет проехать специальная техника или нет. Вот. Что надо знать? Ну, естественно, нужно парковать свои автомобили на местах, предназначенных для стоянок. И не оставлять их у подъездов и на проезжей части. Еще один вопрос, кстати, вот по автомобилям. В последнее время часто слышим о случаях возгорания автомобилей, что является причиной и как этого можно избежать. На самом деле, достаточно часто СМИ освещают подобные происшествия. Из-за чего происходят такие возгорания? Вы знаете, ну, основная причина – это нарушение топливной системы автомобиля, а также неисправность электрооборудования автомобиля. Можно ли их предусмотреть, предупредить? Вы знаете, я считаю, что своевременное прохождение технического осмотра, а также забота автовладельца о своем транспортном средстве позволит избежать этих ситуаций. То есть не было бы подобных случаев, если бы люди были осведомлены о том, что есть какие-то неисправности. Это техосмотр выявляют? Да, конечно. Выявляют. То есть можно таким образом себя застраховать. Ну что ж... И здесь бы хотелось обратить внимание, что при прохождении технического осмотра непременно атрибут нахождения в автомобиле огнетушителя. Да, это на самом деле. Аптечка, первая медицинская помощь. Александр Владимирович, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Сейчас у вас есть время, минутка, для того, чтобы поздравить с наступающим праздником ваших коллег, может быть, ваших будущих коллег. Конечно же, ветеранов службы их поблагодарить. Что бы вы хотели сказать? Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с нашим главным праздником – Днем Спасателя. Спасательству ведомству страны 20 лет. И наш коллектив, понимая всю ответственность перед обществом, за эти годы доказал свою готовность и способность решать задачи любой сложности. Мы говорим слова благодарности за благотворный совместный труд нашим работникам, ветеранам, представителям органов власти, министерств и ведомств. Благодарим близких и родных работников МЧС за понимание и поддержку. Я желаю всем крепкого здоровья, спокойствия и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят тепло, любовь и понимание. С праздником! Спасибо большое за такие хорошие слова. Позвольте мне к ним тоже присоединиться. Я вас, Александр Владимирович, тоже поздравляю с наступающим праздником. Спасибо. Это был диалог с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Александром Меркуловым. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин